Прошло уже более полугода с момента релиза WoW Classic, и в этом видео я хочу как-то собрать все накопившиеся мысли и думы по поводу текущего состояния игры и мнения о ней в целом. Я не раз говорил о том, что для меня в классике самое любимое занятие это прокачка, и я воистину этим наслаждаюсь все полгода игры. Так сильно, что не докачал пока никого до 60-го. Зато у меня три персонажа 50 плюс уровня. Поэтому давать оценки пвп системе и рейд контенту я конечно не буду, ведь я фактически в классике с ним и не столкнулся. И честно говоря, для взрослого семейного человека как раз прокачка это самый удобный формат игры. Ты ни от кого особо не зависишь, делаешь квесты как тебе хочется и когда тебе удобно, в любой момент можешь прерваться и никто кроме тебя от этого не пострадает. Есть время, сходил в данжи, нет времени, сделал пару квестов и оффлайн. Поэтому я и не стремился изначально на скорости взять 60-й уровень, да и не смог бы. Также и отюны меня меньше всего пока интересуют. Думаю, я изначально правильно оценил свои силы, поэтому нет ощущения чего-то упущенного. Так что там с прокачкой? Тут на память приходят те множество видео разных западных, да и не только, ютюберов по классике, где бесконечно говорилось о том, как же здорово и прекрасно будет качаться в WoW Classic, какой уникальный и волшебный это будет путь. Ну просто целое приключение. Неспешный кач, вот что нам нужно. Не то, что это дурацкий спам подземелья в актуале. Чёртовая ЛФГ всю игру испортила. Но то ли какое-то банальное нетерпение, то ли именно желание скорее стримить хайп-контент в итоге привёл 90% этих стримеров, да и просто кучу простых игроков, к абузу разных багов и механик, доступных в первой неделе игры. Я говорю про спам данжей в рейде из 10 человек и абуз слоёв. В итоге весь их особенный кач сводился к максимально тупому и скучному, но зато эффективному гринду. Они просто спамили подземелья, ровно так же, как это сейчас делается в актуале. Я иногда заходил посмотреть на эти стримы и просто не понимал этих людей. Это же их первый персонаж на классике. О такой ли прокачке они мечтали? Не знаю как вы, но я всегда любил качаться квестами. Иногда мог и просто мобов погриндить, если чувствовал, что это легко и эффективно получается. Желая того или нет, но наши инфлюенсеры продемонстрировали комьюнити, как именно надо качаться. Что, мягко говоря, не соответствовало их же, собственно, заявленной ранее философии. Нет, я никого не обвиняю, но это противоречие как минимум вызывает вопросы и создаёт определённое недоверие. И тут я не говорю о спидраннерах, которые изначально хотели именно максимально быстро прокачаться. Я про всех остальных. Конечно, потом уже были слезливые видео о том, что они теперь очень жалеют, что именно таким образом организовали свой кач и впоследствии ушли на альтов. Кто на другой сервер, кто на другой аккаунт. И уже в оффстриме тихо и спокойно наслаждались неспешной прокачкой. Вопрос. Неужели так сложно было с этого начинать? Неужели надо было обязательно стремиться поскорее занять место в этом поезде хайпа? И что интересно, я постоянно вижу одно и то же явление WoW. Будь то выход нового дополнения к актуальному WoW или вот, собственно, релиз классики. Суть в том, что всегда находится группа игроков, которые просто со старта не вылезают из игры, делают всё, что только в ней можно. И потом, спустя пару недель уже говорят, что игра себя исчерпала, что контент закончился и тому подобное. И, как правило, они же и устраивают бомбёжку на форумах. А потом мы видим, как многие из этих игроков просто дропают WoW. Говорят, как они задолбались, что игра это тупой гринд. Уверен, у каждого есть пара таких знакомых. На классике я такое нытьё уже заметил, когда я, например, только добрался до тернистой долины. Да и на релизе Легиона, который, вроде как многие вспоминают за горячей любовью, было ровно то же самое. Через 2-3 недели ряд игроков буквально кричали о том, что им уже нечего делать. Где контент, Близзард? Можно подумать, что в игровой индустрии кто-то особенно стремится разрабатывать продукты для тех, кто играет по 20 часов в день. Если кто вдруг не знал, в среднем это сильно не так. Как по мне, прокачка волшебная. Полгода спустя на моём сервере полно качающихся людей. Да, бывают проблемы с тем, чтобы собрать группу в данж ночью, когда я в основном играю. Даже несмотря на то, что у меня всегда при себе есть танк и хилл. Дуалбокс рулит в этом плане. Но в целом обстановка нормальная. Экономика сейчас довольно живая, как пример, я нафармил маунты на 40 уровне без помощи профессии, без какого-либо особенного гринда. И да, как же приятно качаться без этих идиотских слоёв. Ворлд ПВП. При прокачке своего персонажа, ещё до запуска системы Хонора, как ни странно, Ворлд ПВП меня беспокоило больше. Как в Тернистой долине, так и в Пустошах нередки были стычки. При период между релизом второй фазы и БГ, без комментариев. Сейчас же я стычек видел меньше. В Тернистой у меня было пару жарких боёв на 40 уровнях, а до этого почти ни одной драки. В Тлеющем ущелье по-прежнему ярые фармеры Хонора караулят полётчиков, видимо ожидая очередь на Альтерак. Бедная Орда. В Ангора напали всего один раз. И, кстати говоря, о последних двух локациях нападали всегда только 60-е. Остальные проходили мимо, даже Роги. Ещё мне показалось популярным ванить из-за мультибоксинга. Мол, как сильно он сейчас аффектит геймплей и так далее. Да, я сам по сути мультибоксер, хоть и играю только за двух персонажей. И да, пускай моё мнение покажется кому-то предвзятым, и многие уверен со мной не согласятся, но я его выскажу. За всё время игры я только один раз на нашем сервере встретил реального мультибоксера в открытом мире. Он бегал за пять варлоков одновременно. И всё, за полгода игры. Один раз. Другими словами, эффекты от мультибоксеров на прокачку, исходя из моих наблюдений, стремятся к нулю. Кто не в курсе, фарм БГ в мультибоксинге занятия неудобны, так как на полях боя Близе отключили функцию фоллоу. Так что единственное, где мультибоксер может на что-то повлиять, это World PvP и PvE. Про World PvP да, я согласен, что когда человек управляет 15 магами и выносит целые рейды, то это, мягко говоря, стрёмно и вносит определённый дисбаланс. Но много ли таких игроков вы видели? Вот правда, вы задавали себе этот вопрос, так ли эта реальность сильно всем мешает? И самое главное, я уверен, что эти мультибоксеры с 20 аккаунтами вряд ли надолго задержатся в игре, вот увидите. Ну и про PvE. Даже в рейдах классики есть ряд боссов, где дико неудобно мультибоксить. Нужно куда-то отбежать, вовремя отойти в сторону и так далее. Я посмотрел несколько видео на эту тему, по мне так удовольствия в этом мало. Да, мне, честно говоря, простые подземелья, играя за двух персонажей, проносить не всегда просто. И часто это очень потно. Ну, ладно, это отдельная тема. Если говорить о том, что меня расстроило, это скорее не вопрос реализации игры, а вопрос моего собственного выбора. Иногда меня посещают мысли, что я зря пошёл на PvP сервер, ведь, как оказалось, я уже не испытываю ни малейшего желания участвовать в World PvP во время прокачки. Считайте меня пацифистом или старпёром, но, с другой стороны, я не уверен, что на PvE сервере мир был бы столь же живой. Я, например, успел покачаться на самом заселённом Европве сервере и скажу вам, даже в пиковое время там довольно пусто в столицах, особенно за Орду, которая на таких сервах в сильном меньшинстве. Так что это всё палка о двух концах. Также я слышал, что даже PvP сервера, открывшиеся на RU вкладке, на волне очередей, чувствуют себя недозаселёнными. Кто играет на Змей Талаке и Вестнике Рока, отпишитесь, что там да как. В какой-то момент даже я немного заскучал от кача. До запуска классики я выбирал из двух классов, паладин и варлок. Выбрал варлока, но как я дропнул его кач на второй фазе, так и не докачал. А паладина мне в соло качать не очень хотелось. Поэтому, если кто не в курсе, я стал мультибоксером и теперь качаю одновременно вара и паладина. Точнее уже докачиваю. Об этом я планирую рассказать в отдельном видео, думаю, мне есть чем поделиться. Но в целом, именно мультибокс удержал меня в ове и позволил получить совершенно новые ощущения от, казалось бы, изученной уже до дыры игры. Так что если кому-то стало скучно качаться в соло, рекомендую это попробовать. Весело и интересно. В моих планах таки докачать хоть одного персонажа до 60 уровня и попробовать сходить в рейд. Хотя, по факту, это будет иновременное событие сразу для двух чаров. Да, кстати, на пламя горе даже на время вернулись очереди в прайм-тайм. Я видел максимум 600 человек на запуске БВЛ. Это составило где-то 15 минут ожидания. Да, и буквально вот на днях, уже в начале марта, я также видел человек 200 в прайм-тайм. Видимо, люди возвращались с выходом нового рейда и часть еще задержалась. По поводу оттока игроков, это ожидаемая и абсолютно нормальная ситуация. Это было неизбежно. Вопрос только в том, до какого уровня это число игроков опустится. Я слышал разные версии. Вплоть до того, что в классе играет 700 тысяч, 2 миллиона. Тут, к сожалению, только сливы и щита догадки, плюс сторонние аддоны. Еще часть игроков наверняка побежала смотреть новый патч БФА вслед за стримерами, которые также туда вернулись после классика. Думаю, это коснулось всех регионов. Какой же вывод можно сделать для нашей полугодовалой игры? Классика жива. Народ в основной своей массе никуда не убежал. Города и ключевые локации полны людей почти в любое время. Прокачка все так же интересна. Из того, что вижу на стримах, рейды, да и в целом текущий ПВЕ контент ожидаемо довольно прост для большинства игроков. Ну и особенно прост для топовых гильдий. По поводу ПВП системы, в последние пару недель появились первые Грандмаршалы, Хайварлорды. Им потребовалось 3 с лишним месяца ежедневного гриндаг. Как и раньше, дело тут вовсе не в ПВП скиле, а скорее в простите задротстве. Хотя я точно знаю, что в ваниле последние ранки брались только в премейдах. Сейчас же изначальная мета была на стороне Альтерака. Однако его последний нерв, как я понял, должен был сместить акцент в сторону Варсонга. Так ли это? Думаю, тут вам виднее. Кто-то уже ставит на то, что классика закончится летом 2021 года. Наверное, это даже неплохо, если игра просуществует еще почти полтора года. Но я почему-то думаю, что все закончится раньше. Надеюсь, я не прав. Пишите в комментариях ваши впечатления о классике и о том, когда, на ваш взгляд, выйдет ее последний патч. Ну а всем спасибо и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok